Теперь очередь на получение жилья, возможно, будет регулировать от БАСы банк. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с первым заместителем председателя правления банка Нуржаном Акшановым. Он рассказал о том, что теперь банк будет выполнять функцию Института развития. О нововведениях подробнее в следующем видеосюжете. Теперь от БАСы банк будет выполнять не только функцию банка, но и Института развития. Ожидается, что банк будет заниматься учетом граждан, которые состоят в очереди на жилье в местных исполнительных органах. Однако это будут те очередники, которые решили воспользоваться государственными программами для приобретения жилья. Мы будем заниматься приемом заявлений от граждан на постановку на очередь на жилье, регулировать, чтобы по мере изменения статуса гражданина он мог остаться в этой очереди, или мы должны будем его исключить, если он там уже не подходит по категории. Мы предполагаем, что все это будет делаться в онлайн формате, без всяких походов, без всяких очередей, без всяких залов ожидания. Человек будет, скорее всего, подавать на определенном портале. Еще одна функция уполномоченного оператора – использование пенсионных накоплений. С прошлой недели банк начал работу по принятию заявок по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и наличения. На сегодняшний день всего по Казахстану заявку отправили более 20 тысяч человек. Люди заходят на сайт enpf-отбасы.кз, заполняют заявление, определяют цель, на которую они могут, хотят, вернее, использовать кредит. И эти заявки мы с сегодняшнего дня начали отправлять в ЕНПФ для того, чтобы ЕНПФ дал ответ, возможно ли изъять сумму, какую сумму можно изъять и так далее. Стоит отметить, что если сумма порога достаточности позволяет их снять, то можно перевести пенсионные накопления близкому родственнику для покупки жилья. К слову, горожане активно пользуются государственными программами для приобретения собственного жилья. Очень хорошо пользуются популярностью Шанрак для очередников, Бахтот-басы для многодетных неполных, Аскери-баспана для военнослужащих. За прошедший год по программе Аскери-баспана жилье приобрели 54 семичанина, по программе Бахтот-басы 94, Шанрак 68, а по программе Нурлужер 791 человек. Стоит отметить, что семей один из городов, где активно идет строительство новых домов. Все, кто приобрел жилье как в многоэтажных, так и в частных домах, отпраздновали новоселье в новостройках.